всем привет меня зовут оксана и рада вас приветствовать на своем рукодельном канале начинаю новый визуальный недельный влог и хочу сразу же показать вам свой процесс который вызывает у меня безумный восторг как я уже вам ранее говорила в прошлом влоге я начинаю вязать игрушку спицами и собственно у меня она уже готова ну наверное процентов я думаю на 50 по деталям у меня связано ушки их нужно будет я думаю что сначала норку постираю поетки стирать не буду потому что этот хлопок он не раскроет с ним ничего не случится вот норку я постираю потом сошью это все дело вместе также постираю отдельные детальки это у меня получилось голова такая мордочка это мне само туловище сейчас вижу второе ушко и останутся лапки и хвостик но не такие самые маленькие детали поэтому я думаю что быстренько с ними управлюсь и дальше я буду набивать уже само тело головы и лапки и все вместе сшивать единственное что у меня не хватает глазок но я думаю что что нибудь что-нибудь придумаю с этим и обязательно куплю на днях маленькие глазки либо найду какие-нибудь бусинки у себя еще есть один вариант у меня есть термоаппликаторы есть раза его я возможно даже глазки сделаю из страз мне кажется будет тоже смотреться симпатично поэтому такой у меня процесс который я сейчас очень активно вижу потому что мне кажется все таки ярко достаточно эти поетки которые переливаются на свету и такую очень активную роль играет единственное что я сейчас понимаю что мне ушки очень большие отличие от самого кролика но с другой стороны это может быть такая задумка что были большие уши и маленькое то еще вам случае это пробная игрушка я здесь уже смотрю какие мне ошибки в будущем не стоит допускать поэтому тренируюсь также довязала спинку своего жилета вот таким образом я закончила также рисом и теперь мне останется связать перед и завязки по бокам но честно сказать сейчас не поглотили пока другие процессы это игрушка и носки поэтому на жилет уделяю сейчас минимальное количество времени наверное именно по этой причине он у меня так и затопорился и не вяжется ну а с другой стороны здесь лицевая гладь очень удобно с собой куда-то брать например в проектной сумке в дорогу и же просто когда не о чем не хочется думать взять и вязать лицевой там изнаночный лицевой изнаночный в любом случае я его обязательно свяжу но увидим немножечко позже потому что сейчас я вам покажу как раз таки носки которые у меня получились и следующую расцветку который планирую начать вот моя первая пара носков методом helix и я очень ими довольна посмотрите как они красиво смотрятся сама пряжа невероятно мягкая здесь сочетание двух я уже говорила разных артикулов но очень мягкая красивая также 10 с таким небольшим люрексом я думаю что такую пряжу даже можно использовать не только на носочнике это изделие а также на перчатки либо если кто-то любит вязать шапки другие аксессуары очень хорошо подойдет даже плечевые тоже пряжа действительно очень мягкая здесь у меня помню мейджик от инфинити дизайн пока что я довольна мягкая хорошо держит и резинку и вообще форму прекрасно ложится в полотно поэтому буду дальше вязать и следующий расцветку у меня будет вот такая роза вот очень мне захотелось связать именно такой расцветки следующий но кстати единственно что хочу сказать что я думала мне мейджик хватит на две пары носков и засмешивать вот с этой пряжи на самом деле а скорее всего не хватит поэтому я свяжу сначала каждого цвета по одной паре а дальше буду думать как комбинировать либо свяжу например детские носочки там конечно расход намного меньше неожиданно у меня появился еще один процесс буквально на днях не позвонила мама и попросила чтобы я связала в детскую шапочку в подарок конечно же не смогла отказать и поэтому приступила к этому процессу это детская шапочка на возраст где-то от нуля до двух месяцев точно не могу сказать потому что у меня нет манекена или какой-нибудь куклы чтобы я могла примерить поэтому надеюсь что по размеру подойдет но если нет то я собственно с удовольствием свяжу еще одну мне сам процесс очень понравился он достаточно увлекательный и поскольку у меня знакомые часто спрашивают про такие изделия то будет неплохо даже если у меня будет несколько в наличии или по крайней мере я набью руку для их вязания вижу я эту шапочку из пряжи бобина бота джузеппо это артикл line стопроцентный меринос он прекрасно подходит для детских изделий вот вижу я в две нити и сейчас вяжу шнурочки методом i-cord какое наблюдение в общем то я точнее с каким наблюдением хотела с вами поделиться у меня есть машинка для плетения таких шнурков но честно сказать за все время что она у меня есть ей почти не пользуюсь во первых если нужно связать два шнурка идентичными не получается даже если я буду отматывать по весу шнурки то они все равно получатся немножечко разные один-два ряда где-то там плюс-минус разнятся во вторых не каждая пряжа подойдет для того чтобы можно было сплести эти шнурки потому что она рассчитана на тонкой пряжи что тоже собственно вызывает некую такую не то чтобы проблематику наверное все таки трудности поэтому я вижу сейчас два идентичных шнурочка спицами очень удобно я взяла две бобинки набрала петли и просто вижу одновременно сразу два шнурка по времени это заняло вообще какое-то минимальное время на самом деле мне кажется я дольше бы набирала петли на саму эту машинку для вязания шнурков длина мне на этом достаточно я думаю может быть еще один два ряда свяжу и все и буду уже приступать к пришиванию вот этих вот шнурков вот сюда для того чтобы шапочку можно было завязывать поэтому если вы тоже с такой проблемой как я сталкиваетесь по поводу под вязание шнурков попробуйте вязать шнурки одновременно на самом деле достаточно такой хороший способ упростить себе работу и на самом деле даже немножечко жизнь потому что честно сказать все машинка я пока крайне недовольна вот если кто-то пользуется расскажите пожалуйста свои впечатления потому что у меня складывается такое ощущение что как будто все довольны и кроме меня что-то меня только одну мне не устраивает вот ну а дальше я буду вязать ушки и буду уже предлагать вами на выбор либо это будет два помпончик а уместики маленькие но единственное что я боюсь на такой маленькой шапке они могут быть достаточно громоздкими и мы все-таки пришьем ушки друзья этот вязальный влог должен был выйти на прошлой неделе но к сожалению он не вышел потому что неделя была достаточно тяжелой и я ничего толком не вязала и конечно же не снимала я исправляюсь сейчас я доснимаю этот вязальный влог покажу вам свои продвижения ну и конечно же готовую работу по поводу готовой работы это шапочка которую видели в прошлом кадре я ее закончила постирала она мне очень нравится но мне кажется что она получилась очень маленькой плюс мини не особо нравится вот этот низ как здесь шилось все я понимаю что возможно это не особо и видно с одной стороны но я честно скажу вижу мне кажется видно поэтому я решила что перевяжу шапочку точнее начну новую вязать шапку размером больше и конечно же постараюсь эти моменты более лучше отработать и чтобы не были так явно заметны эти стыки тоже здесь у меня идет шов и плюс ко всему прочему конечно же я думаю что свяжу одно может быть и две шапки разных размеров первых эта практика для меня самой же достаточно увлекательный процесс потому что вяжется быстро шапочка маленькая она вяжется вот таким образом ну горизонтально и сложно здесь абсолютно ничего нет поэтому несмотря на то что это готовая работа я буду вязать еще одну а может быть и две шапки также вы можете заметить что у меня здесь игрушка она шита между собой и знаете она такая забавная получилась у нее очень тяжелые уши поэтому как-то перевешивает голову назад но с другой стороны она такая очень интересная сделала подвижные лапки чтобы можно было ими двигать и вот чтобы кролик этот зайчик мог сидеть но я вижу здесь свои конечно же недочеты поэтому эта игрушка такой пробный как пробник да у меня как некая тренировка и ко всему прочему здесь еще нет глазок я их все-таки сделаю терморегулятором и страз я также страза подобрала осталось просто выделить на это время и эти стразы сюда приклеить просто эти лапки знаете мне кажется на то что очень сильно их старалась затянуть они так сильно болтаются что я даже не знаю но в любом случае этот зайчик останется у меня никуда он не идет поэтому ну и бог с ними с теми лапками все равно он очень сильно нравится и конечно же процесс это мой носок и он у меня идет к завершению я достаточно много провязала если сравниваете вот с этими горчичными то я во-первых удлинила вот эту часть сделала повыше плюс ко всему прочему можно заметить что и пятка здесь связаны чуть-чуть побольше просто мне показалось на горчичных носках что вот не хватает все-таки несколько рядов для пятки чтобы смотрелась более лаконично поэтому здесь я уже эту пяточку продлила и мне кажется смотрится так намного лучше ну а дальше просто я буду вязать здесь я уже сделала все необходимые убавки и буду вязать до закрытия дальше я буду делать опять мысок кстати опять же вот смотреть на горчичные носки мысок у меня есть на цветный получился достаточно короткий вот этот маленький промежуток я хочу вот в этих носочках сделать его подлиннее поэтому буду делать либо такие же убавки но начну увязать этим цветом намного раньше либо буду делать другие убавки через ряд более плавные для того чтобы самый сок получился более такой однотонный вы что-то часть была более длинная из-за каких-либо продвижений процессов у меня больше ничего нет жилет не абсолютно никак не продвинулся поэтому и рассказать не больше в данном случае не о чем потом я буду заканчивать свой вязальный влог а надеюсь что он вам понравился дайте пожалуйста обратную связь в комментариях мне будет очень приятно ну а мы с вами увидимся в следующих видео всем пока пока а